Господа, а вы серьезно задумывались о том, что будет, если Путин все-таки уйдет с Донбасса? Если произойдет то, что он сейчас собирается сделать? Он уйдет и Донбасс вернется в Украину. Во-первых, сегодня даже нет приблизительной оценки того, сколько нужно будет вложить денег для восстановления порушенной инфраструктуры. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Разорвано столько экономических связей. Люди находятся, многие, в плачевном социальном положении. Но самое важное – это человеческий фактор. Как будет воспринято «возвращение» в Украину прежде всего самими украинцами, ну и теми, кто сейчас живет на Донбассе? Ведь 3,5 года местное население вырвано. В данный момент бесповоротно вырвано. Из информационного пространства Украины. То, что обсуждается в Украине, то, что смотрят украинцы, к чему стремятся и о чем мечтают, жителям Донбасса это неведомо. И хотя есть приблизительное предположение, что там, скорее всего, должны быть патриоты Украины, люди, сочувствующие Украине, готовые что-то делать для Украины, все равно они составляют не больше, чем одну пятую, может быть, одну десятую часть населения. Конечно, многие эксперты говорят, что большая часть населения, процентов 80, это так называемое «болото», люди, которые не имеют конкретно никаких политических предпочтений, а просто существуют. Сегодня с этой властью, завтра с другой им без разницы. Самое главное, чтобы у них были рабочие места, немного денег и нормальная человеческая жизнь. Таким, скорее всего, будет легко смириться с мыслью, что они снова войдут в состав Украины. Но, с другой стороны, есть 20% очень активных, этих буйных патриотов, которые на самом деле верят в фашистов, в бандеровцев и которые будут с оружием в руках отстаивать свои интересы, тем более оружие в этом районе сколько угодно. Если еще учесть вопрос, что, скорее всего, Россия будет заинтересована в том, чтобы постоянно финансировать эти отдельные банды, то ситуация усложняется, возникает вероятность так называемой «партизанской войны», когда уже нет серьезных боев, но местное население всячески сопротивляется и борется. В конце концов, это может выльется в террористические акты создания различных диверсионных групп и постоянного подрыва спокойствия страны с этой части территории. Мое мнение в отношении Донбасса с самого начала было таким – необходимо построить стену, либо создать границу между этими территориями и как бы отрезать от себя этот кусок на 25, 30, 40 лет, если понадобится. Лучше всего на 40 лет. Для того, чтобы сменилось поколение и родилось новое поколение людей. А потом, если эта территория сами захотят вернуться, пусть они делают те же самые шаги, как делали восточные немцы. В свое время они перелетали, переплывали, подкапывали стену, что только не делали при любой возможности, хотели просочиться в сторону Западной Германии. В конце концов, поток этот стал настолько огромным, что сдерживать все это было невозможно. Причина, естественно, банальная. Просто в Западной Германии в экономическом плане было лучше, жить было легче, никакой идеологии люди это понимали, им надоели все эти разговоры о величии, о особой роли, о светлом будущем коммунизме, перестали во все это верить и в конечном счете стена была сломана. Я думаю, что жителям нынешнего Донбасса нужно дать эту возможность, чтобы сменилось поколение, прежде чем то следующее поколение захочет изо всех сил жить в свободной Украине. И тогда, по крайней мере, не будет внутреннего отторжения. Тогда, по крайней мере, они будут действительно хотеть жить в этой стране, говорить на украинском языке, может быть, даже защищать эту страну. А пока им будут это навязывать, естественно, будет отторжение. И, мое мнение, ничего хорошего из этого не выйдет. Понятное дело, столько людей погибло, тысячи жертв, но так уж устроены войны и конфликты, этого не избежать. В интересах же свободной, обустроенной и счастливой Украины, мне кажется, было бы правильнее отказаться от этой территории. Конечно, задеты будут амбиции и все остальное. Любой человек в правительстве, я имею в виду любой президент, если он только скажет об этом в Украине, скорее всего, он тут же лишится своего места. Жаль, что амбиции мешают людям думать рационально. Ведь на самом деле вопрос не в том, чтобы вернуть любой ценой. Вопрос как раз-таки именно в цене. Стоит ли платить такую цену для того, чтобы возвращать людей, которые, в принципе, возвращаться не хотят. В Западной Германии всегда знали, все это время знали, что Германия воссоединится. Но они говорили, Конрад Аденаур говорил, первый президент Федеративной Республики, о том, что нужно время для того, чтобы те немцы, которые на той стороне, захотели быть единой нацией. Чтобы они тоже почувствовали себя не русскими, не какими-то советскими, а немцами. Это время пришло через 40 лет. И ничего в этом смысле народ Германии не потерял. Что такое 40 лет в истории? Небольшая строчка в учебнике. Что с такого-то по такой-то период, скана была разделена на две части. Поэтому те, кто очень сильно усердствуют в вопросах о возвращении Донбасса, мне кажется, они недальновидны и действуют не в интересах своей страны.